Сегодня у нас в гостях депутаты Совета депутатов сельского поселения Развилковская Владимир Градов и Марина Садар-Амелий. И мы поговорим о том, что волнует жителей Развилки. Владимир Петрович, Марина Николаевна, здравствуйте. Добрый день. Владимир Петрович, чем живет Развилка сегодня? Какие основные проблемы в поселении? Ну, вы знаете, проблем как всегда хватает. И, по моему мнению, одна из основных проблем – это въезд и выезд в поселок Развилка, особенно в часы пик. Значит, много лет уже никак не может осуществить программу расширения дорог. Насколько я знаю, планы есть, проекты есть, но в жизни они не притворяются. У нас строится много жилья. Это вот римский квартал, который уже сейчас сдает квартиры, заселяет их новыми жильцами. У нас в перспективе строительство жилья также на поселке дополнительное. Все это – дополнительные нагрузки на наши дороги. Дороги, они спроектированы лет 40 назад, наверное, не больше. Естественно, нужно срочно решать эту проблему. Срочно. По вашему мнению, что сейчас препятствует, чтобы работы начались? Ну, мне трудно сказать. Мне кажется, я считаю, что нет четкой координации, кто конкретно за это несет ответственность и кто финансирует. По моему мнению, я бы так считал, что вот Римский квартал, у нас застройщик, основная нагрузка пойдет от него, естественно. Он тоже должен участвовать в этом проекте. Ведь, главное, были бы деньги, все построили бы. Конечно, бюджет области. Ну, и бюджет нашего ленинского городского поселения. Вот надо руководителям садиться, все это просчитывать, каждую свою лепту вносить, и тогда сдвинуться с мертвой точки. Марина Николаевна, а вы какие видите в развилке проблемы, пути решения их? Второй созыв сайта депутатов принял программу строительства новой развилки. На сегодняшний день, сейчас у нас уже четвертый созыв, на сегодняшний день строительство не осуществляется. Когда мы принимали депутаты, голосовали за эту программу, основная наша все-таки была цель, это расселить старый поселок, ветхое жилье, где наши первые, первые наши строители, наши развилки. На сегодняшний день расселений нет. Инвестор на сегодняшний день уже снял с себя все эти обязательства, как я понимаю, и сейчас руководителям уже и Московской области, и руководством нашего Ленинского округа принимаются меры по замене данного инвестора. Я думаю, что и мы добьемся, как депутаты сейчас действующие, все равно, чтобы расселение ветхого жилья произошло. Какие-то сроки могут быть, на мой взгляд? Ну, мы много общаемся на эту тему с руководителями нашего округа и с заместителями, которые отвечают за эту программу. На сегодняшний день у меня информация такая, что разрешение на строительство продлено до 2021 года апреля месяца. Тем не менее, конечно, наверное, не только проблемы есть в развилке, есть и хорошие подвижки. В 2019 году что появилось в развилке? Ну, можно я добавлю, да? Ну, во-первых, поселок стало чище. Это немаловажный фактор. В те годы у нас были большие проблемы. Дальше. Значит, у нас сделали очень хорошую набережную. Это зона отдыха, так называемая. Ощеринский пруд, поселок Развилка. И вот там Ощеринский пруд. Прекрасную набережную. Провели субботник. Высадили деревья, кусты, даже плодовые деревья. На полномерный ремонт идет детских игровых площадок, спортивных площадок. Это все делается. Поэтому по сравнению, как буквально 2-3 года назад, это небо и земля, конечно. Ну, что ж, надеемся, уже совсем скоро проблем в Развилке не останется. А я напомню, что у нас в гостях были депутаты Совета депутатов сельского поселения Развилковская, Владимир Градов и Марина Садар-Амелин.